всем привет с вами алексей 29 ноября 2021 харьков украина плюс 12 поют птички прекрасная погода дождик был в общем все как обычно все как положено смотрите значит сейчас поговорим о садовом варе и чему можно заменить из названия видео наверное скорее всего будет что садовый вар не нужен на самом деле я немножечко с этим делом скажем так под шутил так сказать поэтому садовый вар конечно же нужен я пользовался вот таким садовым варом самым дешевым палочкой наносил вот такой еще приобретал есть пчелиным воском тут разные составы есть вот подороже со шпательком внутри резиновым очень удобный для чего мне нужен садовый вар я его ставлю для того что я буду пользоваться естественно для больших срезов и больших ран огромных да то есть на каких-то больших деревьев это не касается принципе фундука наверное хотя и на фундуке бывают очень большие срезы скажем так да ну в общем вы меня поняли примерно такая ситуация причем мы можем его заменить значит вот такая тема бальзам golden garden вернее club выравник немедленно 200 грамм открываем сам бальзам тому ничем не защищен скажем так и такая типа щеточки которая позволит нам удобненько наносить так смотрите вкратце буквально про этот бальзам покупался его можно купить в интернете можно купить в магазинах типа новой линии стоит в районе 10 долларов смотря где когда но чтобы всем было удобно всем было понятно я этот приобретал за там что-то 280 гривен новой линии но так как у меня были бонусы у меня получился дешевле скажем так взял один пока на пробу сейчас попробую понравится будем работать значит вкратце буквально по инструкции выравник немедленно еще раз повторюсь германия все в порядке 200 грамм значит наносится можно наносить в отличие от садового вара за что мы якобы переплачиваем значит маленький расход это однозначно во первых во вторых удобство нанесения то есть я буду пользоваться для фундука в основном я сделал срез и сразу его можно замазывать не надо ждать несколько дней пока срез подсохнет как на садовом варе и многие садовый вар наносят толстыми слоями он потом течет и растению это особой пользы не приносит поэтому как бы надо еще с этой стороны смотреть в общем понятно по что рекомендует производитель значит за сутки до нанесения и после нанесения особенно после нанесения до скорее не должно быть минусовых температур и дождя понятно да то есть мы смотрим что заморозков не предвидится холодной температуры не предвидится и наносим и тонкого слоя как правило достаточно так хорошо сейчас мы вместе с вами его и опробуем но перед этим я хочу вам показать вот такие вот вот такую тему дал такие ножницы садовые они из недорогих мне их посоветовал один из местных фундуководов как их легко можно узнать значит на упаковке все в иероглифах и написано japan quality japan quality то есть японское качество ну все понимаем и тем не менее китай конечно и тем не менее цена недорогая была точно не могу сказать но что-то в районе там 160 гривен ну допустим это будет ну я не знаю долларов 6 грубо говоря вот такая тема чем как их легко отличить вот здесь видите вот этот фиксатор он именно сделан ну как в автомобиле вам но в некоторых автомобилях скорее всего такой тоннете как рифленый очень легко было запомнить именно так я его и индифицировал давайте посмотрим как он сработает вот такой кусочек фундука я взял веточку также хочу отметить я буду пользоваться этим бальзамом в основном я купил для черенков то есть в этом году весной будут черенки фундука многие спрашивали я не хотел этим заниматься но сейчас буду скажем так делаем средств раз значит я уже пользовался этим инструментом неоднократно при отправке посылок давайте вот он сблизи покажу ну как по мне срез более-менее нормальный как для очень бюджетного секатора значит что мне сказал человек который подсоветовал спасибо ему огромное он сказал что он долго не тупится понятное дело что лучше купить дебуи который был по акции там за тысячу гривен да там совсем другие цены здесь цена как бы цена качество я считаю достойно ну и теперь самое главное пробуем немножечко немножечко берем выдавливаем чуть-чуть и пробуем намазывать ну понятное дело это первый раз как намазывать тонким слоем и захватывать надо до двух сантиметров это наверное если большие какие-то срезы ну вот а у нас срез небольшой сейчас пока раствор видите смесь скажем так она только начинает выходить поэтому естественно надо несколько раз сделать и вот такая тема у нас получается все замечательно опробовано одобрено так сказать вот и мне нравится результат что в принципе все показал постараюсь пользоваться этим бальзамом в посылках для того чтобы качество саженца еще улучшалась сервис улучшался и так далее и тому подобное всем спасибо огромное кто смотрел кому понравилось поставьте лайк пожалуйста традиционно для этого видео да кстати одну секундочку вот это надо будет потом производитель рекомендует помыть я ничего мыть не буду хорошенько закроем и посмотрю как это работает думаю что можно взять полиэтилен или стрейч пленку еще лучше вот так вот одеть а потом уже закрутить и ничего с этим и бальзамом не будет потому что у меня такой бальзам не давали уже в открытом виде находился достаточно долгое время и не так уж он и быстро и подсыхает на самом деле и так кому понравилось поставьте пожалуйста жирный лайк кому очень понравилось поделитесь пожалуйста этим видео внизу есть строчка поделиться кому что-то непонятно напишите пожалуйста в комментариях будем наверное прощаться всем спасибо огромное кто смотрел эти познавательные ну как познавательные я назову их обучающими видео до которые на самом деле может быть скучноватые честно говоря зато очень очень полезны всем огромный привет из харькова и всем пока